Девушки отдыхают Да два месяца без работы сижу Видимо, я без денег, Люське, совсем не нужен Баран! Да нет, это не тебе Ну, в общем, кризис Денег нет Жены нет, работы нет Жить негде Счет заморожен Да не мой, фирмы Денег у меня нет, там, тысяч 20 всего С таким богатством даже угла не снимешь Три месяца За тачку кредит не плачен На меня банк в суд пудал Со всех сторон обложили Просвета не видно Да хрен я им ее отдам Ага, а я знаешь, сколько в этих крокодилов вложил Да нет, я ее везде пробовал уже Везде глухо Считаешь, еще раз по месту прописки попробовать? А, Люська обалдеет Да, давай позвоню О, привет Привет Тапочки позабыл, прошу Мне их держать негде Да и жить в общем негде А это уже не мои проблемы А чужое мне без надобности Люсь, так получилось Это буквально на 3-4 дня Потом я придумаю что-нибудь, ты же знаешь В том-то и дело, что знаю Хватит И папа сказал, хватит А квартира его А я, между прочим, на квартиру не претендую Хотя и вложил в нее во сколько Да? Да А ты забери Ты все забери Давай, обои сними Ванную вынеси Все заберешь сразу или по частям Нет? Тогда исчезни из моей жизни Раз и навсегда Петли жизни Супер холост Полоса пошла черная Ты-то меня, надеюсь, не выгонишь? Ладно, попробуем Отстань, сказала Собраться не даст поразит Главочка, ну ты ж пойми Это же не моя булажа Это же острая биологическая необходимость Я ж не за себя прошу А за скотину А у меня и две скотины-то На одной шее Ну, Клав, ну, получается, что Как бы Чи-чи-чи-чи Здоров, Паш Мне же просто Отстань, сказала Ну, Клав И не курей накормить Ну, кормлю Хорошо А может, мы все-таки Да сколько можно сказала, а? Мне еще в диспетчерской Нервы мотать сутки будут Ты что тут, паразит, давай Шапочку надень Симулян контуженный Надел Здорови Сказала, замолчи Уже все деревни слышат Заланин, как пластинка старая Дай, 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 дай Этим чё, печатный старак, что ли? Одна работаю, горячусь Хлеб привезли? Привезли, Клав За хлебом сходи Схожу, а после Можно тогда Замолчи, сказала Вот напастить надо же Мне же скотину жалко Как будто Для себя прошу Вон он уже Орет Нечеловеческим голосом Прям, что не дай Я не скляю А тайседов пиво надо Цыпа, 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 цыпа Савелий, прекрати быка мучить Да кто его мучает Он пиво требует У него этот Как его Абстинентный синдром Так у него каждый день Абстинентный Синдром Да не дергайся ты Дай ему, чтоб заткнулся Так нету Вот Привезут Два часа Пенсию по инвалидности Тогда может Ну, у них ты возьми Под карандаш Не даст У меня там долгов целая тетрадка Ну, до двух-то, бычок твой Помереть может Не человек же Твоя дома Неа Ну, у меня возьми После двух отдаст А сколько пива брать, Паша? А сколько ему надо? Да ему сколько не даю Ну, по нынешним временам И литром обойдется Ну, и нам с тобой литр, да? Нам литр, Тюха Ну, это не солидно Не-не-не-не, не больше У меня дела сегодня нет Ну, я тогда в Беларуси сбегаю Нинка все равно не даст Она у меня и так деньги забирает За прошлые заслуги Я в Беларуси дешевле Ты посмотри Три километра Ну, и чего? Таешь на велосипеде И за двух литров Ну, и шо? Ну, да Да Андрюху мою встретишь Скажи, что завтра, как договаривались Ага Понял? Пусть ждет Да деньги-то возьми Я за велосипедом я Можешь добавить? Не исключено Начнем, заведемся А у меня в городе дела Ладно, давай Ты на клавку не сердись Не со зла она Она у меня баба, знаешь какая? Золото Новенькая, да? Здрасте Здрасте Вы за место Галины Николаевны будете, да? Буду Галина Николаевна в декрет ушла Да, счастливой не пути Вот, прошу вас Класть, снимать Класть, снимать А, вы просто отметьте, что там накапало Не всех дел Я всегда так Двадцать тысяч долларов почти что Ну так Знай наших Шутка Этого столько лет С девяносто пятого года И ни разу не снимали Ни разу Это неприкосновенная сумма Мои похороны Поминки, памятник Оградка Когда жизнь прожита Лишь бы выжить Так пусть и смерть Праздником будет А? Умница Ну, Павел Адамыч Вы еще поживете У вас в мозгах не клинит А то народ помоложе Совсем с ума сошел от кризиса Меняют, снимают, переводят Насмотрелись мы этих кризисов Начиная с Карибского Хрень Не надо печалиться А, дочка Ах да, забыл Вы Там, посмотрите Была отметка Что Тюха Евгений Александрович Имеет полное право Всем распоряжаться А кто это? Внук мой Если я представлюсь Он сразу деньги получить сможет А не ждать полгода Наследник у меня есть У него ведь кроме меня Никого нет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И еще Я предупреждаю У меня Деньги на телефоне Кончаются Да Нет, я их Оттуда Не вытаскиваю Они сами Куда-то деваются Алло Алло А? Что? Десять годин в Беларуси Эх ты Молрия оторвалась Эля Брату налила что-нибудь Все Сюда хватит Не упру Давай туда А шо? Ну не знаю С дороги он Положь чаю Ты ж знаешь, Элечка У меня на чайную пыльцу Аллергия Ну, можно чуть-чуть На пасашок Щас Уже бегаешь падаю Сервирую на стол На пасашок С утра пораньше Тупи на пасашок Андрей на пасашок Пасашки мы чебати Угу Есть дело Вот и делайте его А то с утра Очи не успевайте продрать А мысль одна Как бы эти очи Залить уже Самогодка поскорей Да с пасашком Элечка Мечтать легче Когда у человека Есть мечта Все его действия Обретают смысл Вот мы и тянемся К мечте Да, с утра пораньше Поняла, Элечка? Да, поняла Шо я дурначе шо Вам обоим Уже скоро ноги протягивать А не к мечте тянуться Шо один тюха Шо другой тюха Назвала аж природа Да Не получился диспут Да ладно Собака брешет Тараван идет Найдем Придется еще по одной И все Да все, все Жека как? Пишет? Не трави душу Давай Не надо печалиться Забираю как экологический мусор Тихо Синий Тихо Черт Молик Тихо Спешевой Тихо Эххх compte Тихо Все Тихо 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 Найдем Найдем Тихо Тихо Черт Перевод! Это что? Это стакан. Ага. Ну, вот купил. Ну, Гриш, ты прям Шерла Холмс. И это что, я тебя спрашиваю? Брат гостинцы передал. Гостинцы. От эти гостинцы к Нинель в магазин, Нинель в город к рыночной мафии. Вот вам, пожалуйста, устойчивая группа лиц, криминальная мясная цепочка. Слушай, а мясо какое? Говядина. Плохо. Мне бы свинина в мазь была бы. Годовщина на носу. Годовщина чего? Павел Адамович, вопросы здесь задаю я. Ага. Мало ли, у человека годовщина может быть пять лет. Безупречные службы. Поляну надо начальство накрыть. Ну, так что ты мне голову-то морочишь? Вот твои три кила, как всегда. Нет, Павел Адамович, как всегда не получится. Директива пришла об усилении мер экономического контроля при пограничной зоне. Гриш, какая нахрен граница? Где ты ее видишь-то? Границу твою. Государственная, Павел Адамович, вот она. Вон, столбик. Видишь, из-за кустов торчит. Все. Переходим на цивильные товарно-денежные отношения. Либо ты платишь, либо кранты всем твоим гостиницам. Да, Говядину я конфискую полностью. Вот. И в целях профилактики она будет уничтожена. На поляне? Для начальства? На поляне. Для начальства. Хоть половину бы оставил. Не могу. Чего? Народа будет много. Да. Совсем барзометр заклинило. Вот тебе и весь мой сказ, Нинель Константиновна. Ты чего городишь? Какой сказ сказочник? Мясо где? Я сама его не ем. Вообще, я на диете сижу. Ты чего? А, Гдамович, ты понимаешь, что это подстава форменная? Я это мясо охлаждаю и на рынок поставляю. И поставляю, должна тебе сказать, не просто так, а по плану. Ты понимаешь, что если сейчас я его по плану не поставлю, мне неустойку платить? Тебе ясно? Ясно. Я с тебя говорю, что участковый, Гришка! Что ты мне Гришка участковый забрал? Гришка участковый забрал? Гришка-мартышка, а то я не знаю. Невелик учел, чтоб его не облететь. И надо было чуть башкой своей подумать маленько. Или что, совсем старый стал уже? Иди тогда на пенсию. Вон валяйся на печи. У меня полная деревня молодых пацанов. В свистну придут. Ой. Ладно, короче. Свободен. В каком смысле свободен? В таком смысле. Как говорят, контора в ваших услугах не нуждается. До свидания. Эх, ничего себе. Я шо за лимузин такой? Да. Жека. Дядь, тебя не было, я задремал. Ну, ты прям как из зоопарка. Да. Там сплошной зоопарк. Клетку не закрыли. Вот я и сбежал. Один? Да, я совсем один, дед. Бывает. Здорово, дед. Здорово, внук. Деда вспомнил. Пашке радость. Че ты говоришь? Правильно. Даже без пол-литра не обойдется. Здорово, Наталья. Нинель. Че надо, а? Водки давай. Ну, щас. Две, три, пять. Давай сколько влезет? Паша, если ты насмерть спится от горя решил, все, бери вот эту паленую и смертоубойней и дешевле будет. Я сказал, казенную домой, самую дорогую. У тебя деньги есть, дорогую казенную? Деньги, пожалуйста. Вот деньги. Сдачи-то будет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ничего не изменилось, а? Адамыч, давай помогу. Тяжело. Ты это, потом поможешь. Дай хоть первый день с глазу на глаз. У тебя Клавка вот-вот суток вернется. Ну, и что же Клавдия? Можно подумать, что она… Нужно подумать. Я очень хорошо знаю, что Клавдия нас вместе застанет, мех она. Она у тебя как петарда китайская. Неизвестно, когда долбанет. Давай-давай. Всё-всё-всё. Давай-давай. Ну… Жека, а ты что там делаешь? А? Я воздух пускаю. Воздух? Ты сейчас мух комаров напустишь? Как будем спать? А? Ой, дед, ты живёшь, как пятикантроп. Ну, правда. Сейчас только всё понапридумывали. Я во все розетки повтыкаю, так даже клопы твои те подумал. Молодец. С критикой приехал. Спустя вечность. Лучше поздно, чем никогда, да, дед? Ну, да, да, да. Я… Когда последний раз я был-то? Лет шесть назад, когда бабушку хоронили, да? Пять лет и три месяца. И за все пять лет пять открыток на Новый год. Ну, и на этом спасибо. Эй, не надо печалиться. Так. Водяра-то столько, куда? А я всегда так. С пяти пустой. Вот скажи, Тасян, вот разве так вот соседи поступают, а? Вот только Женька приехал, и всё, я уже от ворот по ворот. Ну, ты не бойся. Тебя-то я ни на кого не променяю. Фирма накрылась, зарплату последнюю зажали. Ну, а что, без денег? Про жену я тебе рассказывал. С квартиры меня турнуло. В общем, кругом сплошной кризис. Кошмар. Как вы там живете? Ну, а с другой стороны, нет худа без добра, да? Я здесь. И никто тебя здесь не достанет. Но не великан, а я все поцелу. Здоровая. Внук, Женька приехал. Общаются с глазу на глаз. Я тебя тоже с глазу на глаз предупреждаю, чтобы ни единого личного разговора по служебному телефону. Каждый звоночек лично буду по распечатке проверять, понял? Это же не служба, Гриш, это же подлость великая. На соседа стучу, на друга. Это же грех большой. Ну, на мне-то грех не меньше. Я-то помню, как ты себе инвалидность-то липую для пенсии выбивал. И молчу. И шантажируешь. И шантажирую. А все для порядка и для справедливости. Хорош, Тачка. Да. Так вот, крокодилы, это не надо. Не надо. Здравия желаю. О, парни лист. Фауссов, ты что ли? Ну. Не узнал, а? Сто лет не виделись, а? Заматерел. Служба? А чё это на прайжей части транспортное средство оставлено? Не понял. А чего? Ну, брошено средство. Создается что? Затруднение движению. А кто там двигается-то? Тьфу, кто? Я двигаюсь. Гриш, а ты бы не двигался никуда, а? Садись да выпей. Выпить хочешь? Хм, хочу. Ну, только это, не могу. А чё с тобой? За рулем. Да кто тебя остановит? Гриш, ты чё? Давай садись. Ага. А вдруг я без всякого ГАИ спьяну? Как разобьюсь? Тьфу-тьфу. Значит, судьба твоя такая. Не дождёшься, Павел Адамович. А ты чё там? Как сирота казанская. А это, Клавка. Увидела милицию и послала узнать, чего там. Ну, раз тебя уже послали, повторяться не будем. Заходи. Привет, Джека. Извини. Нет, дядь. Надо всё-таки что-нибудь делать, а не только водку жрать. А чё делать-то? В голову не лезет ничего. Все миллионеры с ничего начинали. Тут главное, какой-нибудь ноу-хау забодяжить, нишу свою занять. Вот ты, Савелий, так же говорил. Ноу-хау. Взял бычка, давай пивом поить, массаж делать. Ух ты. Блин, прям по-японски. Да я знаю, мраморное мясо. Рецепт такой. Пиво-массаж, пиво-массаж. Но у нас же всё не как у людей. Не получилось у него по-японски. А потому что Савелий пиво вместе с быком пил. Сдружились. И в определённый момент не поднялась рука на друга. Вот и ходит по свету пьющий быв по кличке Тайсон. Тайсон? Живой? Ну, такое… О, ревизор. Где деньги? Где деньги я спрашиваю? Наша выручка за говядину где? Ещё вчера должна была быть. Я в бессрочном отпуске. Кризис, он в Африке, кризис. Да гроши я это попытаюсь. Если вы его сейчас убьёте, учтите, вы сделаете это при свидетеле. Чу я моё сердце. Ты не свидетель. Соучастник. Здорово. Здорово. Здрасте, Тюдей. У нас вот так, мы… Решил навестить, наконец, своего ридного дедуся. Вспомнил? Вспомнил, да? Приехал. Вот и я тоже вспомнила, знаешь, про ридного дедуся. Нашего Павлуся, почётового железнодорожника Родинского союза, да? Слухай сюда. Чуешь, да? Я твоего Андрея в заложники взяла. Руки-нуки завязала. На койку. Прикрепил. Ты понял? Слухай, слухай. Пока я выручку напомочу, он там будет. Думай. А вот ты ты, слухай, меня слышал, что ты, зверюба, иностранка. Иностранка. Да, да. Господи, с волками жить поволче выйдь? У-у-у-у, тю-тюзьки. У меня цю продукцию на границе конфисковали бы. А мне тут по барабанам. Все риски из российской среды на туби. Я из последних вкладывалась. Ой, не надо, Эля. Из последнего. Совести почем. Дядя Андрею, привет. Щас. Ты в порядке, дед? Фух, в порядке. Прелезная леди. Ну, и сколько ей нужно для полного счастья? Полторы тысячи. Только не зайчиков и рублей. Так давай ей отдам. Нет, только не сейчас. Ты что? Нет, баш на баш. Она нам брата, мы ей долг. Вы не образовались на користи. Я, ну, в плане, духовно развития. Миновита там, чему-то, например, в России. Там, где карабиха, вебраса, там сбираются целые АПС. Это что вы думаете? Труднее все. Труднее, так самообъюстрованное. Миновита в экспозиции. Труднее, так самообъемление. 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 Здрасьте, дядя Андрич. Здрасьте. Ноэлька даёт. Грая. Стрыножили нашего жеребца, Как последнего мерено. Ну и что, а сколько навара получалось? Ну, почти вторая пенсия, но последний раз взял и отобрал у меня товар. Весь. Гришка Фаусов? Да, Гришка Фаусов. Вот козырь. И все время козыряет тем, что он на государственной службе находится. При границе. Ну, а где она, эта граница? Где ты увидишь, эту границу? Да, я понимаю, пора бросать. Все, слабина. До старости лет. Нет, дед. Слабина в другом. Масштаба нет. Чего? Ну, размаха. Ну как, вот если бы это не шматочки твои в кулечках, а? Целое поголовье. Живой вес. Вот тогда бы дело было. Скажи, ты почем в Белоруссии мясо верешь? 50-80. Горянина. Ну да, а нас почем отдать можно? 200 точно возьмут. 220. Сейчас, извини, новый бизнес-план в голове прикину. Чего? А где? Отбей сводытын, а? Сейчас. Отлюбчик. Поймай его, убил. Вот, ваша доля. Давай. Держи. Вот, за. За. Жека, не отдавай ей деньги! Где брат? Звих. Куда? Известно куда. У нас дальше магазина никто не бегает. Жека, ну-ка глянь вокруг. Нет ли земли раскопанной, свежей? Может, она его уже прикопала. О! 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 И надпись написала. Умом тронулся, Павлович. Нет? Эль, почем в ваших краях можно взять килограмм живого коровьего веса? А на что тебе? Можно? Вот я вам сейчас отдаю долг Павла Адамовича. М? Можешь! И у меня остается еще семнадцать тысяч рублей в полноценной российской валюте, которую я собираюсь вложить в пошатнувшийся бизнес моего горячего любимого дедушки, чтобы поднять его на качественно новый уровень. За семнадцать тысяч можно такую, знаешь, живую тёлку взять. Давай! Не, Гриша, он его не несёт, оно, он само идёт. Да мясо само идёт. Как-как? Ногами! Вроде никого. Пошли. Вот муха ЦЦ, а! Я ж говорил он! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красавцы вы мои, красавцы! Здорово! Приезжаю, я говорить буду! Чего думали, с представителем власти побулдосили? Так теперь можно ни закона, ни права не соблюдать, да? Дело вот это Теперь пахнет особо крупными размерами Какое дело, Гриш? О незаконной торговле при граничной территории Дед, а мы разве чем-нибудь торгуем? Мы ничем не торгуем, внучок Так, корова налицо, и корова налицо Белорусская А разве на лице у нее написано, что она белорусская? Ну, хватит Это ежу понятно Стоп, участковый Фаусов С юридической точки зрения Выражение ежу понятно Не имеет ни малейшего смысла Не правда ли? Не понял Мы существуем в едином правовом пространстве Не так ли? Ну, допустим И с точки зрения закона, скажем Собачка является домашним животным? Является Только вот при чем тут собака, я не пойму Тут корова Корова, крупный рогатый скот, является домашним животным? Является Ага, скажи мне, а если я буду выгуливать Домашнюю собаку в рощи Это будет правонарушение? Нет, если в наморднике Слушай, что ты мне мозги компостируешь Вот какими-то собаками своими? А то, Гриша, что с юридической точки зрения Нет ни малейшей разницы Между выгулом домашней собачки или кошечки И домашней коровки Но есть один нюанс Выгуливая домашнюю собачку или кошечку Ты даешь ей только погулять И, соответственно, справить нужду А коровке нужно еще и поесть То есть насытить свой организм Так как это животное Жвачное, живородящее Понял? А вот препятствовать ей В этом естественном желании насытиться Это уже попадает под статью О жестоком обращении с животными Нету на вас Бриджит Бардо тут Давай, Гриша, до встречи Трезор Апорт? Как Ирина Абрамовна говорила Садись, Фалсов Оценку свою знаешь Ну, Жека На корове, значит, объехал Жека Ну ты оратор Как ты своего одноклассничка уделал На обе лопатки Да он и в школе всегда дурак был, дураком Между прочим Вот это все наше Че, пруд, что ли? Когда колхоз распался Всем паи нарезали Ну и нам стоишь И вот этот вот пруд, как ты говоришь Вот с этим болотцем Впендюрили И смех, и грех Какая-никакая, а собственность Слушай, а я его с детства помню Только тут как-то чище было И лягушки так не орали Ну вот когда еще границу-то не придумали Из Минска какие-то деятели Ученые поприехали И, значит, головастиком сюда запустили То ли по обмену опытом, то ли... Да каким опытом? Это ты мне что-то полегче спроси Короче, деятели исчезли А лягушки прижились Да... А знаешь, что надо делать, деятели? Надо все это забором обнести И табличкой поставить Частная собственность Что это? Так полагается Когда я еще с цепщиком на станции работал Перегнали мы тогда спирт через границу В бутылках Рояль назывался И получил я тогда Первый и последний раз в жизни Огромные деньги Ну, я их таюсь На хозяйство сразу А она к ним даже не прикоснулась Неправильные, говорит, деньги Вот, лежали они, лежали И до сих пор Лежат Вот Слышишь, Жека? Запомни Мне-то что это запоминать? А что? Все же к мафии собираемся Ой, ладно Какая мафия? Что, рыночная мафия? Мало лишь что Подожди, сядь, Жека Подожди, вот, сядь Давай Ну Ты должен быть в курсе Если что Доступ к средствам По этой сберкнижке У тебя открыт В центральном отделении Сбербанка Много там денег-то? Двадцать тысяч Долларов Долларов? Угу Черт Да-да-да Вот так Это много денег, Деж Двадцать тысяч долларов у него Прут в собственности Рокфеллер Ты что, помирать собрался? Тебе жить надо Я в ближайшее время не собираюсь Че ты мне мозг-то накомпостируешь Поехали, давай Поехали Порули Порулить дашь? Дам Только это, да? Не поезд Дам Поехали, поехали Дуся Двигаем копытами Двигаем, двигаем Молодец Павел Богданович Куда вы такой корицы брались-то? Дела у нас, Нинель Констинна Значит так, да? Ты меня сама собственноручно уволила Теперь у нас свой бизнес Крокодилов разведите, что ли? Тюха и компания Что-то вроде этого Женка Ты что ли? Нин, привет Привет Ну ладно, ладно Ну, попутного ветра, бизнесмены Корову-то подковали, а то не допрет Отдю Вот здесь останови, дед Ага, стоять Держи Дуся, дуся, дуся Да не бойся ты, что ты дергаешься? Давай Дед, подожди здесь немножко Я приду сейчас Здравия желаю Из малых засек От Гриши Фаусова Слыхал про такого опера? Ну, допустим А при чем тут Гриши-то? Переговорить бы мне надо Переговорить? О чем ты хочешь поговорить-то? По мясу, кто тут главный? По мясу главный Послушай Пройдешь вперед За углом цветочный склад Спросишь Аслана Он главный, понял? Мне Аслан нужен А зачем тебе Аслан? Поговорить, а что? Тамара Ну, я Аслан А что хотел? Купи корову у меня, а? А зачем мне твоя корова? Продашь ее А не слишком ли много продавцов На одну корову? Да нет, мы как раз одно Звено сократили Нинель из магазина Нинель не самая большая потеря В моей жизни Возьми корову Потом я тебе стадо приведу А что так вдруг? Ну, приперло А ты продай машину Я видел На мониторе У тебя хорошая машина Такую можно, например, подарить Любимой девушке Или Младшему брату Машину не могу За нее еще кредит не до конца выплачен В общем Купи корову Ну, для затравки Но это не подстава, Аслан Я что, похож на федерального агента? Потом я тебе не партию кокаина предлагаю Корову Да Корова не кокаин О самом деле Почему бы и не купить? Сейчас придет бухгалтер Звесит И рассчитается Жду стада Тогда мы с тобой вместе кофе и попьем С молочком 25 тысяч За вычетом вложении Неплохо получается, а? Ух ты Я вот что хочу предусмотреть Нинель может из принципа нам отказаться В этом обслуживании Надо затовариться здесь Ну, хорошо, возьмем пол-литра И это все Как все? Такой повод Денег нету А это? А это Это не деньги Это капитал Вот вы такие Капиталисты Шо ты разлеглась-то-то? Размах широкий Затея стрёмная Ни копеечки не дам Ладно, значит тетя отваливается Шо отваливается? У тебя отваливается У меня все цело Могу сделать вклад интеллектуально? Да Есть такая форма Участия Как это? Мозгами Есть такой орган Мозг Вот пойдите Найдите За раз 15 голов А я все повынюхаю Все округу И найду Вообще-то да Эля все находит Что не спрячешь Обязательно найдет Ладно, или щите Только быстро Что? Вопрос с поголовьем Временно решен? Есть другой вопрос Участковый у Фаусов Гришка костьми ляжет Удавится скорее А стадо не пропустит Это если мы при стаде будем А вот если бы нас при стаде не было Ну, я не знаю как Но если бы коровы шли сами То это выглядело бы достаточно натурально Как миграция коров По союзному пространству Ну, сами по себе они разбередутся Корова Она как баба Андрей Корова Она корова За хорошим мужиком Она хоть на край света В общем, хороший бык нужен Вожак С вожаком не разбредутся Есть один бык Но он пьяница Ты имеешь ввиду Тайсона А что? Может получится А у вас есть Во Чё? Один Как пьер Склавка на сутках Выпить хочешь? Странный вопрос Чё так расщедрился-то? Ну, мы с Женькой решили По чуть-чуть Но чтоб не бутылку на двоих Ну, а в светских пределах На троих На прокат, говоришь? Да без разницы На прокат В лизинг В аренду Не, не пойдёт Я о его здоровье беспокоюсь Всё-таки, как-никак Полжизни вместе прожито Да и как он Из Белоруссии Туда дорогу найдёт Через лес, что ли? Там его волки сожрут Какие волки, Савелий? Чё ты несёшь? Погоди, погоди Давайте ещё по 175 Да кто бы спорил Ну, вот Ну, не волки, так собаки Савелий Чё? Мы твоего быка Отдрессируем Не, Тайсон Дрессуре не поддаётся Ну, да Но если построить Систему дрессировки На его пристрастии К алкоголю Очень даже поддаётся Отвечаю Система Дурова Собака Павлова Да? Слюнки Да? Нет Савелий, вот ты Вот ты Да? Если ты точно знаешь Что здесь тебя опохмелят Ты ведь сюда Откуда угодно придёшь Так? Придёт Я, да Ну, вот и бык придёт А? Картина маслом Шишкин отдыхает Чё Шишкин делает? Шишкин выпивает, Савелий Да? Выпивает И мы с ним Ну, и славенько Шо я с этого буду и бить? Мы магистрали бесплатно строили Паша, несерьёзно Савелий Несерьёзно Савелий Паша Сава Паша Оп-оп-оп Ай, да? Надо договариваться Ага, дядя Андрей, ну ты ещё сало с чесноком ему дай О чём-то мы не правы Во-о-о-о Ну всё, готов О О, очень хорошо Ой, дядя, ты чего? Это не я. Ух ты, поздно как, а! Мужики, подъем. Доброе утро. Алло, Савелий, это я. Мы стартуем через пять минут. Ставь примус. Дядя Андрей, приманку! Эля! Давай! Вот бес уведит, а! Ах ты ж зараза такая! Дед, дед, вставай! Че ты лежишь-то? Пошли! Ты посмотри! Вчера было по самое горлышко, а! В очи, в очи мне дивись! Вылакал посреди ночи, а! Эля! Шо Эля? Из источников известно, жидкость попросту испаряется. Если это спиртосодержащие, жидкость испаряется еще быстрее. Это известный закон физики. Ты! Зараза такая! Химик драма! А я дыхаю, как дурна, а ты подивись! Да, ищем! В очи мне дивись, а! Ну-ка, ну-ка! Ой, ладно! Бедолага! Ну-ну-ну, давай! Покажи нам, что ты способен! Давай, 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 давай! Оп! Бедолага! Давай, давай, давай! Раппалявай! Ай, интересно, да? А-а-а! Конечно! Давай, спокойно, а! Давай-давай-давай! Не дом Барселона какая-то! Давай-давай, пучина! Вперёд! А-а-а! Оп! А. Тихо! Спокойно! Давай-давай-давай, а! Ну! Вперёд! А-а-а! Видели-о? Тихо-тихо-тихо! А-а, тихо-тихо! Ах ты, паскудник. Уже и на работу отучиться нельзя. Ах ты, пьянь такая, а? Вот как хорошо, а! Ушла я на работу, жена? Ушла? А что там так рано? А то рано породить. Подожди, остановись. Вот тебе вот так. Слава, да что ж ты делаешь, а? Да я ж не самоголь варю, ну. Я вижу, яйца вкрутую ванишь. Мамочка иродная, да это ж ароматический ориентир для Тайсона, ну. Правильно, с удивлением завонят своими ориентирами. Подожди. Сейчас все за бултыми сбегутся к нам, как на собачью свадьбу. Какие? Заходите, люди добрые. Собери Гнатьевич угощает. Папа, послушай. Ашпарю. Подожди ты. Паразит такой, а? Куда ты? Это ж бизнес такой. Вот тебе твой бизнес. А! А! Брагу! Брагу! Ну, ну все, Клопка. Пришла твоя электричка. Сейчас как там по локомотиву. Тайсон. Давай, давай, давай. Тайсон. Вперед, Тайсон. Давай, давай. Тайсон. Хопа, хопа. Эй. Эй, эй. Тайсон. Тайсон. Ты чего встал там, раморный? Тайсон. Тайсон. Брат. Чего? Жека, погоди. Андрюха должен контрольный принюх сделать. Чего сделать? Чего-то не так. Он эти запахи в лед берет. Однажды за восемь километров учуешь жилье лесника. Представляешь? Его хоть сейчас в книгу рекордов Гиннеса подавать. Смотри, смотри. Дядя Андрей. Ну чего? Чего-то не то. Недавно то было. Я улавливал вполне определенную струю. Сейчас струя иссякла. Не то. Я ж говорил. Не то ему. Алё. Да, это я. Докладывай. Да понял я. Да ясно. Все, господа, заезд отменяется. Клавдия рано вернулась с работы. Савелий жив? Да жив Савелий. Ладно, завтра заново все будем. Ну что, Тайсон, ты достойно прошел половину пути. Правильно. Пускай закрепит успех. Дай-ка. Завтра на аппарат встанет дед. Женатым мужчинам в этой местности это доверять нельзя. Неспроста все это. Ай, неспроста. Нинель, здравия желаю. Вам чего? Ой, ну хватит. Хватит тебе показывать характер. А у меня рабочий день закончился, Гресь. Че хочу, то и показываю. Слушай, там эти тюхи, они ведь что-то затевают. Не в курсе? Я тебе в осведомительной вроде грешней нанималась. У тебя свой бизнес, у меня свой. Эти тюхины затеи, они ведь оба наших бизнеса подрывают. Так что, Нинель, наши интересы, они временно сходятся. Временно. Угу. Ну, колись. Колись, колись. А я тебе льготы какие-нибудь, ну, глаза закрою на что-нибудь. Угу. Право нарушительное, а? Ты чего? Ой, да ничего. Чего? Клавка проболталась. Клавка? Жена Савелия. Угу. Они хотят все стадо из Белоруссии. Во главе с Тайсоном. Мимо меня напрямик в город. Стадо? Стадо. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это как же это прикажешь понимать, Савелий? С участием твоей скотины тяжкое преступление готовится, а ты ни ухом, ни рылом, ни словечком не информируешь, а? Нехорошо. Э, ну ты че там, оглох что ли? Минуточку, товарищ Фауссов, я официально подписки на сотрудничество не давал и стучал на друга исключительно по принуждению. А русскому человеку это чуждо. Так. Чего? Того. Чего-чего. Ну-ка, телефон гони. Эх, эй! Давай, 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 давай. На, подавись, я себе новую куплю. Не осилишь. Потому что с пенсией по инвалидности придется расстаться. Да было бы с чем. Слезы, а не пенсия. Ничего, я теперь при серьезных делах. А не выгорят они ваши эти дела, пока я на своем месте не бывать в малых засеках никакой Сицилии. Хорошая сетка. Японская? Корейская. Оставься от покоя. Павлузь, начальника давай. Жека! О, Господи. Чего? Жека. О. Здорово. Здрасте. Вот тут особые приметы. Клички, возраст, вес, цена. Полная калькуляция на тринадцать персон. Больше не смогла. Тринадцать? Какая-то цифра стрёмная. А что, с быком будут еще тринадцать? Вот тут смотри. Вот тут внизу главное. Итого. Если завтра не заплатим, то уже надо будет передоговариваться. И уже за другие деньги. Ну все, я погнала. Дед, не коси, а. Сейчас мы вплотную подошли к очень деликатной, но вместе с тем очень важной фазе всей операции. Я, ну, говорю о кредите. Максимум в половину твоей суммы, максимум на два дня. В рублях? Да, в рублях. А у меня там нет ничего в рублях. Дед, да я серьезно. Ну, какая разница, в рублях, не в рублях. Поменяем, потом наварим, еще больше назад положим. Сразу. Скоро сказка сказывается. Дед, я не понимаю, ты мне не доверяешь, так? Я тебе доверяю, Женечка. Я себе не доверяю. Ты же знаешь мой поганый характер. Если я хоть одну копейку сдернул, все, хана в всей сумме. А куда сумма? Нафига нужна? Куда, нафига, нафига. Может, я памятник себе хочу поставить? Памятник, ага. Бронзовый блин. Паровоз, а на паровозе я и Таисия. Паровоз? Да, паровоз. Из бронзы, на две персоны. Бабушка и я, вокруг птицы. Курицы, нет? Голуби. Курицы. Хорошо. Хорошо. Снимаем деньги, половину в дело. Половина улетает вмиг, это неделя-две, как пить дать. Ладно. А дело не выгорает. И что? Ты. Тебя нет. А я опять один. Только уже с голой задницей. Да почему? Вот он я, здесь. Надолго? Не знаю. Может, навсегда. Стэридор. Ехать. Ты уехал. И куда? Прости, дед, мне приснилась бабушка, она разрешила. Бабушка, да она даже мне никогда не снилась. Ну так что, я могу снять половину суммы? Можете. Тогда изменится тип вклада, и вы потеряете в процентах. Ну что поделаешь, мы каждый день теряем куда большее богатство. Двадцать четыре часа нашей драгоценной жизни. А он что, умер? Кто? Павел Адамович Тюха. Нет, нет, он живее всех живых. А вас, простите, как зовут? Оксана. А меня Женя. А то, что дедушка разрешил вам разбомбить вклад, правда? Нет. Будете снимать? Ну, если очень надо, я не имею права отказать. Нет, не буду. Я придумаю что-нибудь. А давайте я вас на ключи отвезу. Там красиво очень. Извините, за вами женщина. Да, простите. Так много тысяч? Ну, для тебя разве это много? И потом, стадо уже завтра будет у этих ворот стоять. Не-не-не, ворот не надо. Ты позвонишь, и мой грузовик заберет их за городом. Вот, еще лучше. А если? Ну, я машину оставлю в залог. Твоя машина стремная, ты же сам сказал. На половину от силы потянет в качестве залога. Ну, а на вторую половину мою голову. Пшу. Запугивать, надеюсь, не надо? Да нет. Нет-нет, я с понятиями. Вот и хорошо. Ну что, дед, отходишь? Я с мыслями смириться пытаюсь. Ладно, хватит смиряться, держи. Ох, нормальная история. Это, вот до чего дошло. Это для меня, для себя, а? Да ладно, цела твоя сумма. И мечта цела. С голубями бронзовыми. И паровозом. Прости меня, Жек. И ты меня прости. И это откуда? Машину заложил. И голову тоже. Рыночной мафии. В могилу свести меня хочешь? Ой, да ладно, дед, только не причитай сейчас, а? Так, давай дуй к Савелью, пускай выводят бык… Чего? Так, помогай. Ты чего, дед, ты в порядке? Ты доползешь до Савелья-то, а? Доползу. Прости меня, Жек. Да ладно, я к тебе скрутила-то, а? Деда. Ну что, всех собрали? Да, всех. Всех, всех собрали. Вот они, мои красавицы. Тринадцать. Одна к одной. Да, кормилицы наши. Что ему, трубку передать или можно… Тогда я ему на словах передам. Ага, ага. Чего ты? Все, сказали, можно включать аппаратуру. Так у меня с вечера еще все готово, только спичкой чиркнуть. О, у тебя трубка новая. Да, я клавку раскулачивал на новую трубку, а то старая что-то барахлить стала. А с этой вот будет полная, как это, полифония. А чё такое полифония? Нет ответа. Все. Ну вставай, все. Ну ты все, скотина. Тайсин, давай, поднимайся. Давай, помогу. Ой! А я не понял, а в чем заминка-то? Так, ну-ка, ну-ка, ну брысь, брысь. Эй! Э, дядя Андрей, что, он заболел что ли? Вот. Что вот? Э, подожди, ты сколько ему налил? Ну так вообще, ядро чуть больше. Ох, ну как ты? Дайсон, милый, вставай. Эль, ну что вы? Ну вот, не встает. Нажрался вчера ягоды, тебе Рогина поднимается, понравилось кряхтеть в соломку, да? Слушай, может массаж ему сделать? Я слышал, Савелий делал ему массаж. Что ты сказал? А ну иди сюда, а ну иди сюда, я сказала. Подожди, Эля, подожди, ну чего ты? Ах ты! Собутыльника нашел нового, а! Ах ты! Вот свинья жирно! Прости, Господи! Не встанешься, я тебе кастрирусь, зараза такая! Дайсон, вставай! А-а-а-а! Тогда отрываемся, и никто, ни пограничник, ни участковый к нам не докопается, а? Я читал, пастухи Северной Талани так делают, чтобы сохранить стадо. А-а-а! Молодец! Сколько неба не топи, оно все равно теплее не будет. Ты сегодня замолчишь, наконец? Давай минут на десять, а? Первачок польется в баночку, мы поправим им нервы. Да и люди из лесу придут, им поправиться тоже не мешает. Не мешает. Наладим змеевик? А он где? Паш, змеевик всегда при мне. Ух ты! Ну, красавишка. Да. Давай попробуем приладить его без остановки процесса. Чисто теоретически. Паша, давай как пойдет. Давай. Минут через двадцать должны быть здесь. Ой, слеза просто. Вот так. А запах? Ну, как по хвосту. Ну, хочешь бы раз напрягли свой общий мозг и придумали что-нибудь новенькое, а? Что дома? Что за границей? Одно и то же. Ну, вы просто тютелька в тютельку. Ну, просим. Рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова У тебя есть. Жека! Не будем печалиться? Дед, деда, ну, ты видишь, что что-то не так, а? Нет, надо идти. Пойдём. Пойдём! Какие-то проблемы, Евгений Тюха? Или просто прогуляться вышел? Ты их перехватил? Кого? Коров, Гриш, стада. О, а ты у нас, оказывается, Женька фермером заделаться решил. Стадо коров завёл. Гриш, я его купил за немеренные деньги. А, купил? Ну, тогда, наверное, договора, купли-продажи существуют. Да? И квитанции об уплате МДС. Да какие здесь договора? Какие квитанции? Официальные. А раз официальных бумаг нету, то гуляй, Женька. На нет и суда нет. Что с воза упала, то пропала. Вот так. Ну, я пойду, брат. Давай, Андрюха. Иди, брат. Ладно, дед. Я пойду, пройдусь. Есть! Ладно, дед. Я пойду, брат. Официальные. 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 Вот расквакались. Да сколько ж вас здесь? Да, если это была бы сказка, наверное, все хорошо бы кончилось. А так, по счетам придется платить. КОНЕЦ КОНЕЦ Жека! Сладкая. Жека, слышишь, что ли? А знаешь, Жека? Сладкая. Паш, хоть Женька мне запретил, но тебе не могу не сказать, он в город укатил. Сдаваться. Я понимаю, печально, но факт. Ты даже не догадываешься, друг, как все печально. Да не, я догадываюсь. Ну не на ментаж же мне было переть при исполнении. На мента нельзя. А других, значит, безоборотных средств оставлять можно. Да нет, Аслан, тоже нельзя. Ну, я что-нибудь придумаю. Не надо ничего придумывать. Иди за мной. Проходи. Присаживайся. Сейчас отыщем нотариуса и оформим твою тачку. Присаживайся. Присядь. И тогда мы квиты? Нет, дорогой. Мы определенно договаривались. Залог был на полсуммы. Нет, погоди, Аслан. У нее оценочность... Вторую половину суммы я отключаю в счетчик. Полтора процента в сутки. Срок не больше недели. Самые льготные условия. Подумай. Вообще-то такие суммы надо за день заказывать. До завтра, я думаю, Жека не потянет. Внук? Евгений? Ну да. Неприятности у него из-за меня. Большие. Я сейчас попробую. Попробую, дочка. Всю сумму? Ну, я думаю, на всякий случай всю. И потом собаки хвост кусочками не режут. Давай, дочка, еще вот что. Подели ее пополам, ровно. Ладно? Постарайся, если можно. Сейчас. Сейчас все будет в порядке. Оформим за пять минут. За пять минут оформим. Вот кредитный договор. КАСК, ОСАГО, ПТС. ВЦС, ПС, КГБ, ГКЧП. А? Он шутит, Зяма. Он шутник. Еще шутки сегодня будут? На. Вот. С крокодилами моими. Будь по-ласковее. Товарищи. 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 Он мой. Я его. Ты. Ты главный. Как догадался? Одеваешься. Прям Чапаев. Прям кто? Был такой партизан. Партизан такой. Э, э, тихо. Ребят, это дедушка мой. Я его. Рызвы. Дедушка. Отпусти, внучка. Какой хороший дедушка. Дед, много там нет? Да нет. Ну, чего много-то? Половина? Ты говорил о половине? Не, не. Ты не понял. Подожди. Погоди. Э, э, там в пересчете перебор будет. Э, какой перебор пересчет? А штрафные санкции? А упущенная выгода? Скажи спасибо живым уедешь. И на своей тачке. Ладно, не обижайся. Сейчас бухгалтер все пересчитает и лишнее вернет. У нас не банда. У нас мафия. Чувствуешь разницу? А? Лови. Да. Отходим от прилавка, я сказала. Ну, последний раз. Ну, не французский же коньяк, я у тебя прошу, а два пивка под карандаш. То есть, за наличные мы в Белоруссию, а два пивка под карандаш, это мы к Нинель ходим, да? Я вот тебе в писаря здесь не нанималась буковки выводить и записывать в тетрадку. Эх, погуляем, Жека. И не после того, а до того. Позовем всех, кого знаем. Даже Гришку, может, совесть проснется. И чтоб сейчас, с участием виновника торжества, ну, как в старом кино, помнишь про грузина? Ну, про грузина. Ну, в ресторане еще, помнишь там? Не надо печалиться. Здрасте, Паладон. Здравствуй, умница. Дед! Да? Это разное кино, но за идею спасибо. Потом. Отходим от прилавка, я сказала. Нинель, не будем печалиться. Я сейчас тебе такой финансовый оборот сделаю, тебе и не снилось. И надеюсь, что наша ссора будет исчерпана навсегда. И два пивка под карандаш. Три. За мой счет. Про грузина в ресторане. Ну, что? А вдруг получится? Должно же повезти когда-то. Алло, здравствуйте. Могу я поговорить с господином Чебукиани? Тюха. Алло, мамука? Да, я. Слушай, да не, я не в Москве. У меня вопрос есть один по бизнесу твоему ресторанному. Значит так, ненулечко. Пару ящиков водки, ящик вина для дам. Ну, на холодное, на горячее, от всей души. А что за праздник, Адамыч? А у меня день рождения. Так, ты у тебя ж. И у Жеки тоже. Возражения? Нет, возражений нет. А откуда, Паш, в твоем замечательном плане появились дамы, да еще и вино для них? Разве не Нель не дама? А твоя Клавдия? Ну, ну, даже Андрюхина Эльвира, где-то в самой глубине души, тоже дама. Да ты шо? Ну так, будем гулять! Не, понял, понял. А в каком виде лучше поставлять? Ну, разделанные, не разделанные? Не, конечно, надо заморозить, заморозим, нет, не проблема. Слушай, и еще последний вопрос, немаловажный. По чем будешь брать? Да, а, не, ну, окей, я вообще-то не знаю, но я тебе доверяю, да? Ладно, ну че, договорились, да? Окей, да, давай, все. Да чего же я грузин люблю! Игорь Кузьмин, Игорь Кузьмин, Игорь Кузьмин, Игорь Кузьмин Кореон? ПЕСНЯ 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 Первый брат тебя ничему не научил. Ну и что? Дед, ну... Лягушка, ключ? Очень может быть. Порода называется бык. Самая востребованная на рынке порода. Ресторанные сети с руками оторвут. Мамука, мой приятель, очень серьезный человек, готов нести предоплату. Причем немалую. Начнем с нашего пруда, а дальше не... Какие сети, какие руки? Не руки, деда. Лапки. Лягушачьи лапки. Это деликатес номер один. Вы не понимаете, что ли? Не, брат, я читал в одном журнале. В Европе они без этого жить не могут. Читал. Извините. После работы домой пошла, а как-то тревожно было. Вы меня напугали, Павел Адамович. Телефона нет, ну и на попутке. Ну, теперь вижу, у вас все в порядке. Извините еще раз. До свидания. Э, нет, подожди, дочка. Куда ты? Да уже возвращаться надо. Не, давай за стол. Дочка, дочка, умница, ты куда? А ну, приглашай гостю в столу. Ну, что, у нас там еще тортик и пирожки всякие. И, юночки, молоко парное, бульонки. У нас там еще и пирожки. И, юночки, молоко парное, бульонки. Какой, юночки. А ну, я, юночки. Какой, юночки. Какой, юночки. И, юночки. И, юночки, молоко парное, бульонки. О, тюхи. Напоить напоили. И, юночки, молоко парное, бульонки. И, юночки, молоко парное. Поцелуй меня, Гриша. И я превращусь в прекрасную принцессу. Ну, тюхи, надо меньше пить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok